Актёр, который снимался в сериале «Сваты», высказал своё честное мнение про актёров данного сериала. Он не стал ничего скрывать и рассказал всё, как было с его точки зрения. Актёр Сергей Каландай, который в своё время много снимался с российскими актёрами на украинских киноплощадках, в недавнем интервью рассказал о том, что ужаснуло его на съёмках «Сватов», а также про атмосферу, которая царила на площадке сериала «Сваты». Сергей сыграл одну из ролей в пятом сезоне проекта, а именно начальника Максима во второй серии пятого сезона. Известный украинский канал взял интервью у Сергея. Вот основные аспекты из его высказываний. Артист не удивился, что российские звёзды, такие как Артемьева Людмила, Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко и другие не поддержали Украину в данной мировой обстановке. Вот что он рассказал про актёров сериала «Сваты». Скажу вам, русские актёры всегда приезжали сюда с уверенностью, что они господа. Задирали нос. В них такая политика имперская, которая по сути является ментальной особенностью всей нации. Это касается не только нашего поколения, они так вели себя всегда, говорит Калан Ай. По его словам на съёмках сериала «Сваты» тоже царили россияне. «У меня было только два съёмочных дня на той площадке, поэтому не успел попасть в киношный коллектив. Не могу сказать, что я с ними хорошо знаком, но до сих пор помню тот русский снобизм, который царил на съёмке». Принимались высока, рассказывает Сергей Калан Ай. Что вы думаете по этому поводу? По мнению нашего канала, мы не считаем, что на съёмках сериала «Сваты» могла быть подобная атмосфера, которую описал Сергей. Стоит вспомнить, что сериал на протяжении шести сезонов снимали в Украине, в Киеве. Это первый случай, который мы увидели, что кто-то говорит про отрицательную атмосферу на площадке. Всегда, все актёры, как российские, так и украинские, рассказывали о самых тёплых воспоминаниях на съёмках сериала. Все были словно одной большой семьёй не только на экране, но и на съёмочной площадке. Сотни видеороликов со съёмок, где актёры после тяжёлого съёмочного дня собирались за одним столом и душевно разговаривали часами. Вот пример таких моментов. вот так, это всё для вас. Вот сегодня так вот решили. Ваш день рождения. Сидень рождения. Сидень рождения. За ваш счёт. Да, 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 да. Капитан, Павел, Павел. Марина. Спасибо, а я тогда выкрасываю. Отправлю. Привет. Александр, здесь. О, я пошёл. Да, да, да. Княгиня. Прошу. Меня баронесса ждёт. Баронесса ждёт. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я хочу встать, иди к нам. Хочу познакомить. Это сразу не надо просто выйти. Чё, кто здесь? Да. Так приятно познакомить. Так приятно. Хорошо. Чтобы эти третий закончились. Да. Да. Хорошо, хорошо. Всё будет. Смотрим, да? Смотрим, да. Баронесса. Да, да. Да. И текст. Всё, поначали. Начали. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача Орёл и Хлеборешка. И мы в столице гостеприимной Грузии Тбилиси. Ты что сейчас сказал? Я говорю, что мы... Видите, всё набираешь. Да, 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 я сейчас... А можно? Это может быть. Что это получилось? Может, же, им все группы думаешь? Что это получилось? Деньги в своей музыкальной группе? Да, это дело решено. Это считай вопрос. Это считай, да. Это считай вопрос уже решён. А вот, что сейчас подумаю? Если у нас родичи, или в Америке, или во Франции, то мы своё... А также ранее сайту «Босс Ревател», который брал интервью у Сергея, писал, что известная актриса, Сватов, Татьяна Васильева постоянно за деньги бегает по ТВ-передачам, где высказывает мнение против Украины. Не так давно Татьяна Васильева говорила о гибели Украины как государства, что особо выделили новостные сайты. По информации из интернета, Татьяна не скрывает, что высказывает подобное мнение за деньги. Мы нашли информацию, что по её словам, благодаря таким телешоу, она имеет возможность получить немалый дополнительный заработок. Я долго не ходила передачами. Но заинтересована зарабатывать на квартиру внукам. Давайте с вами отойдём от темы политики и вспомним те самые легендарные места в Украине, где происходили съёмки сериала «Сваты». Политика влияла на сериал «Сваты» ещё очень давно. Вспомним события прошлых годов, например, исполнителю роли Ивана Будько, Фёдору Добронравову ещё пару лет назад запрещали въезд на Украину из-за его позиции по поводу Крыма. Это было в 2017 году, в 2019 году суд отменил это ограничение. А в ноябре 2017 года Госкино Украины запретило в стране показ всех сезонов сериала «Сваты», но позже это ограничение было отменено. А помните, сколько сложностей в съёмках «Сватов-7» было из-за политических действий? Его снимали пять лет, и это был многострадальный сезон. Команде сериала пришлось пройти через огромное количество трудностей. Седьмой сезон «Сватов» уже много раз хотели отменить и забыть о нём, но, к счастью, в декабре 2021 года он вышел. Кто ещё не смотрел его, переходите на этот ролик и наслаждайтесь новыми сериями. Также мы заметили, что из-за разных взглядов наши подписчики часто ссорятся, доказывают друг другу свою правоту, грубят. Очень жаль, что у этой ситуации так много негативных последствий. Хотелось бы заявить, что «Сваты» должны быть вне политики. К сожалению, сериал очень зависит от этого, вы сами сейчас слышали все вышеперечисленные факты. Все шесть сезонов «Сватов» снимали в селе Горенко под Киевом. Однако работать здесь и над седьмой частью сериала не удалось, из-за испорченных российско-украинских отношений пришлось искать другое место. Поклонники настолько влюбились в «Сватов», что у популярного проекта есть даже не одна фан-страничка в социальных сетях. На одной из них в инстаграм-аккаунте опубликовали видео, где показали дом главных героев Валюхи и Ивана Будько. Их сельская жизнь как раз и снималась в селе Горенко. Одна из подписчиц фанатской странички показала, что стало с домом, где снимали популярный сериал. Многие поклонники были приятно удивлены ролику. Многие с юмором стали комментировать участок земли, вспоминая «Сватов». «Легенда? Забор зеленый тот же. Без Валюхи и Ивана скучно, очень жаль, что седьмой сезон не получилось снимать в этом доме он уже такой родной. А где Валюхины Георгины? Прям душу греет», – комментировали подписчики.